Всем привет! Вы смотрите репортаж БИС-ТВ с крупней, с единственной выставки по информационной безопасности Инфосегьюрити Раша 2017. Сегодня 20 сентября, БАЛ правит тема безопасности в финансовом секторе Организаторы назвали эту секцию финансовые рынки Re-Evolution, не знаю как правильно прочитать это слово Как видите здесь игра слов. Что имеют ввиду организаторы? Безусловно банки первые почувствовали на себе взрывную волну Этер-революции Конечно мы говорим о появлении огромного количества пользовательских устройств Мы говорим о терабайтах плохого, хорошего трафика и бешеных ритмах развития технологий Собственно наши айфончики уже научились узнавать нас не только в палец, но и в лицо Нет, мой еще пока этого не умеет И хотя банки говорят про биометрию, про эту самую под всеобщий хайп На деле они проявляют здоровый консерватизм Даже маленький шаг для банков, да, это своего рода революция Создание концерта и масштабное сокостроение на местах Это безусловно тектонический сдвиг в банковской отрасли за последние года Но тянет ли это на революцию или является ли это хотя бы эволюцией В этих вопросах мы решили разобраться с нашими коллегами, которые ждут нас там на выставке Поехали! Была ли жизнь, то есть кибербезопасность до появления соков? Раньше это конечно же было, это было внутри организаций, которые были развиты То, что произошло в последнее время, это просто выход на рынок некоторых коммерческих организаций, которые продают эти услуги, которые это аутсорс Поэтому, ну, наверное, да, наверное, сейчас какая-то революция происходит, потому что если соки начнут достаточно дешево продавать свои услуги То это существенно повысит защищенность организаций, которые есть, в том числе кредитов Насколько революционно появление вот этой организации для отрасли? Насколько позитивна эта революция там или никак? Ну, вот это вот, на самом деле, я бы, наверное, революцией не стал бы называть Потому что рано или поздно должно было это получиться и вполне эволюционно в режиме, без режима там объявления войны внезапного, да Банк России взял и создал некоторый орган, который позволяет помогать друг другу И очень эффективно обмениваться критичной в моменте информации Там-то работают точно профессионалы, которые точно нацелены на понятный и естественный результат То, что касается клуба «Антидроп», который, по сути, являлся межбанковской рассылкой То какие-то представители высококвалифицированные, какие-то менее квалифицированные И, получается, кто-то может предоставить не до конца проверенную информацию, потому что нет цели ее там выверить Самое главное, что просто там что-то вкинуть и сказать, что вот мы тогда предупреждали И нет у них никакого SLA, то есть, ну, в этой рассылке никакого не было ни SLA, ни KPI Поэтому то, что появился в инсерт, я считаю, что это большой плюс для рынка С одной стороны, сок — это, безусловно, эволюционный шаг То есть, дело в том, что ранние инструменты были достаточно просты для мониторинга И вот, действительно, было несколько консолей, куда смотрел один человек, и он видел всю ситуацию Но, тем не менее, постепенно активность атакующих, она все больше и больше развивалась То есть, определение активности атакующих у себя в сети становилось все более и более сложным процессом И требовалась некоторая сущность для того, чтобы уже сочетать в себе больше кризиса компетенций Команда непрерывно работающая, непрерывно улучшающая, непрерывно докручивающая, допиливающая, ищущая дырки, закрывающая дырки То есть, это, ну, действительно, огромный прыжок, надо сказать Вот, старой-старой классической безопасности Но, к сожалению, еще не все его прошли Как ваш сок помог защититься, там, скажем, от лона края? К выходу вонокрай мы были готовы Но, тем не менее, сок, он очень активно участвовал Когда была, ну, вся эта истерика, когда еще точно не было известно, какой канал распространения у него есть, кроме непосредственно пройти по сети Как бы нужно было смотреть во все стороны, куда только можно Мы дошли до того, что даже нерабочие версии вонокрай, то есть, которые не запускались на машинах Мы каждую из них проверяли в виртуальной инфраструктуре Даже нерабочие у нас детектились, причем, в принципе, без полса То есть, это было непросто, но это было очень интересно С появлением сока вы стали крепче спать? Всегда придерживаюсь одного мнения Нет и невозможно сделать на 100% безопасно В принципе, только положить в сейф, закрыть не в барьянскую падину И только рабы потом могут дозалезть Невозможно, поэтому с появлением сока появилось больше работы Потому что нужно все это дело непрерывно систематизировать Нужно все это дело непрерывно улучшать Но, тем не менее, стало и проще Потому что, опять же, это некоторый единый центр компетенции С точки зрения российского рынка И, особенно, российского рынка государственных, скажем так, некоторых сервисов Это революция Это огромная революция Просто, потому что, если сравнить с тем, что было в принципе Ну, я сам работал в госорганах некоторое время И я знаю уровень компетенции, в принципе, людей И то, какие сервисы предоставляет государство Как оно регулирует, что оно заставляет делать И я прекрасно видел, насколько это совершенно неэффективно Финсерд, в данном случае, это лучик света Они принесли техническую экспертизу в то, что делает регулятор То есть, если регулирует разговорить, что-то сделать Там иногда видно, что, ага А вот это кусочек реально хорошей технической экспертизы То есть, наверняка, в этом участвовал, в том числе и Финсерд В сообществе есть некий скепсис И уровень доверия к Финсерду Он, это такая некая зыбкая плоскость То есть, сообщество не понимает То ли Финсерд, он с нами, с банками То ли мы сейчас ему что-то расскажем там И он это использует против нас уже, как там регулятор Да, такая проблема существует Если честно, когда он появился, мы сами относились несколько скептически Но по опыту общения с Финсердом И с отдельными его представителями Ну и, в принципе, с организацией Да, он с регуляторами, потому что, ну, он часть регулятора И регулятор обращается к нему с некоторыми вопросами С другой стороны, да, он с сообществом То есть, он весьма оперативно реагирует действительно, если что-то происходит А пока появилась какая-то новая рассылка Отдаешь в этот Финсерд, все, они моментально Ну, если РУ-сегмент, можно уже забыть Уже домен раздиригирован, уже ничего нет Мы находимся всегда на острие атаки, как большой интерпрайз Вот, но тем не менее, даже нам Хотя мы своим, скажем так, своим центром компетенций Проводим весь этот анализ Даже нам иногда для людей не бывает полезно На мой взгляд, это все-таки эволюция Потому что были какие-то простые средства информационной безопасности Закупают новые, новые, новые Все это пытаются соединить на коленке в какой-то аналитический инструмент Относительно работающий Но средства покупаются все больше, если бюджет есть А в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань И как бы технически, может быть, пока не готовы никто предложить что-то, что будет единым таким рабочим местом, окном Потому что каждый в результате сейчас на коленке делает под себя Но постепенно, эволюционно это все делается Революция это, когда сказали, вам всем нужен сок И все побежали делать сок Для нашей действительности это действительно революционно Потому что то, какой, скажем, скачок сделал тот же самый финсерт От недоверия три года назад по отрасли До понимания, что с ними можно, нужно работать Большой труд, и вот это действительно революция Потому что преодолеть недоверие и в том числе косность некоторых специалистов Которые привыкли видеть, что регулятор придет, накажет и не надо с ним вообще ничем делиться Сейчас совершенно нормально, что банк звонит В одном телефоне у него вендор, в другом руке расследователи И еще письмо параллельно в финсерт пишет Ну, такие инциденты бывают Срочно помогите и финсерту Был прецедент Как бы в банк закинули достаточно известный хопель-страйк Ну, они говорят, ладно, мы проводники, в общем, файлик удалили Нормально, полечились А потом начинается Ну, как бы, почему бы не позвать финсерт сразу? Зачем скрывать? Потому что потом будет хуже Потом будет хуже, потом будет проверка ЦБ Потом будут какие-нибудь штрафы, предписания Потом, так или иначе, топ-менеджмент будет расстраиваться От того, какая информационная безопасность Зачем? Да, еще война за умы и сердца идет Надо преодолевать, но... Мне кажется, 2017 год неразумно бегать от финсерта Итого, произошла ли революция или эволюция в отрасли? Безусловно, появление финсерта – это эволюция межбанковского взаимодействия От неформальных сообществ и клубов до официальной структуры под крылом регулятора А вот революция, если где и произошла, то в головах Когда компании стали доверять и обращаться за помощью в структуру, не ожидая, что за это будет а-та-та Ну и потом, за время существования финсерта специалисты поняли, что там работают пусть и не божечки с Олимпа, но профессионалы своего дела, которые готовы помочь решить проблему Вот, кстати, некоторая статистика по результатам их работы Эти данные предоставил Артем Калашников в своей презентации Ну, полную картину мы с вами сможем получить тогда, когда коллеги с финсерта закончат работу над отчетом Другое дело соки Слушайте, ну это, конечно, не революция, это даже не эволюция Компании с хорошо выстроенными процессами и сильной командой, они не вымрут Рано или поздно они просто купят свой сок, конечно, если он им нужен В общем, вместо того, чтобы играть словами, лучше давайте решать те проблемы, которые у нас есть Разбираться в тех технологиях, которые существуют сегодня Кстати, о них обязательно будут говорить на Биссаммите И, между прочим, на СОП-форуме, до которого тоже осталось совсем недолго Такая минутка рекламы Мы обязательно сделаем оттуда репортажи Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте большие пальцы вверх И до новых встреч, пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»